Сегодня 17 июня 23 года. Погода замечательная. Обещают вообще сегодня плюс 25. Чуть-чуть будет, конечно, пасмурно. Все подвохи Ленинградской области и не только сегодня собрались у нас на соревнования по подводной охоте. В районе Орешка, кто знает. А мы с сыном сегодня собрались просто купаться на карьеры в шапке. И продолжение следует. Нам ехать около часа. 70 километров. Надеюсь, что прозрачность где-где в карьерах будет. И мы сегодня хорошо покупаемся. Это будет второй раз. Для сына это новое открытие. Расскажи что-нибудь про ожидания и реальность. Что ты видел, что ты слышал, что ты понимал. А что ты хочешь сегодня? Ну, вдруг ты увидишь большую рыбу. Что ты делаешь здесь? Правильно. А почему? Потому что тебе ружье еще в руки не дают. Ничего. Сегодня попробую, что такое ружье. Может даже выстрелить по какой-нибудь бутылке. Пойдем в бутылку, пригрузим ее и будешь стрелять. Кстати, да, можно сегодня будет потренироваться по бутылочкам. Будет прикольно. Ладно, поехали до шапок. Встретимся там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим прозрачность водички. Да вроде как что-то есть. Ну, ладно, покупаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все знают про это место, все знают про эти карьеры. Здесь классно, здесь замечательно, здесь отдыхает много людей. Здесь песочек, здесь теплая вода. Думаю, что вода уже, наверное, плюс 22 градуса. Нет. Здесь прозрачность просто в карьерах изумительная. Вот, видите, да? Просто изумительная. Тут прозрачность, ну, пару метров точно. Пока люди не купаются, мы потом чуть попозже залезем сюда. А вы, молодой человек, можете разгружать машину полностью на полянку. Сейчас будем переодеваться. Новая тактика. Перехитрим соперников. Залезем сначала. Залезем сейчас. Это не осы. Это вода. Это не осы, это мухи. Я видел там. Все, это мухи. Вытаскивать туда на поляну, будем там переодеваться. Просто ради тренировки стоит сюда приехать. Почему? Потому что здесь, здесь, именно здесь, вот. Именно вот в этом болоте. Именно вот в этом болоте. Вот, посмотрите, сколько там. Обратите внимание, вон, видите? Какая огромная здесь, нафиг, плотва. Просто огромная. Вон, плавает. Но, она тут почему-то не ловится. Я не знаю почему, но реально не ловится. Вот, посмотрите. Все это мы снимем на камеру. Всю эту красоту замечательно. Отсвечивать, отсвечивать. Тут просто отсвечивать. Вон. Внимательно посмотрите. Там, у нее просто тыща. Красотища. Обалдеть. Ладно, все, пойдем. Все дела. Салют. Салют. Сюда встань. надевай сам делай нахуй протолкнуть все вот 1 2 залезай не бойся тихо 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 тенек ушли на улицу очень сильная жара солнышко вот своего пацана пускай сегодня старгане своем он более такой аккуратненький более маленький ему всего год еле натяну конечно первый раз его сегодня в воде держали так смотрим как он пытается одеть ласту запихивать молодец одно отдел а ничего тебе не будет он не прокусывает воде не обращаю внимание на лицо все равно не сядет это вода так тебе еще перчатки надо притащить да ну показались воду что перезарка не было пусть и себя воздух понял да маска сзади маску поплевать помнишь да помыть просто вот здесь вот возле берега побултыхайся просто побултыхайся усек да ласты не потеряли а как его груз то же самое не теряем вот заходим задом аккуратно поминай как это делается маску одень воду залезь нет воздух спустив сначала присядь спусти воздух с костюма на ногах стоит далеко не уходи молодец вторую все купаешься здесь рядом слышишь да прям вот здесь буквально пять метров туда опять обратно никуда не спеши просто находишься на воде настраиваешь маску настраиваешь костюм сдуваешь него воздух да все на пузо ложимся и купаемся ну что наконец-то это свершилось сын воде я в воде идем тандемом я ему показываю что нужно делать как себя вести в воде если вы смотрели первую часть она будет ссылка на нее буквально в уголку можете перейти посмотреть окунулись мы опять в крайний карьер это самый комфортный карьер по температуре по прозрачности здесь меньше всего отдыхает лодочников отдыхает любителей вода мотор ников которые прям мешают только потому что вот им хочется здесь ездить на своих моторах да это карьер да это не запрещено но для нас это небезопасно даже с тем условием что мы купаемся именно вдоль берега наблюдаем всю эту красоту наблюдаем прозрачность наблюдаем голубовато зеленую воду когда начинаешь погружаться почему-то вода зеленеет начинаешь подниматься к солнышку почему-то она синеет так вот потихоньку по чуть-чуть помаленьку разныриваясь пытаюсь погрузиться все глубже и глубже вот здесь вот глубина примерно шесть с половиной метров 7 и красота 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 здесь я ушел буквально по склону вверх на солнышко подсплыл температура на термоклинии градусов наверно 8 встречается опять же малек как плотвы так и окуня его здесь просто масса что-то из крупного конечно же сегодня нам ничего не попадалось хоть и называется ролик до подводная охота но по большей части это скорее не подводная охота а передача своего опыта своему старшему сунули которому 15 лет здесь он пробует заходить в воду хотя у него в принципе хватало грузов сколько я не пытался его запихнуть в воду да я не профессионал в этом смысле я не тренер я учу так как меня учили как я знаю да пусть тренируется чем чаще он находится на воде тем больше у него будет получаться не надо меня ругать не надо писать о том что почему именно так этот подвох заходит вода это этот это ребенок которого 15 лет который второй раз в жизни отдел костюм и пробует купаться именно как подвох я конечно ему передаю все свои знания которые за то время за мои 15 лет я наработал ну да вот так вот именно так это и получается но костюм кстати костюм да вот этот сарган в этом камуфляже прям смотрится отлично на нем именно под водой но я тоже не остался в стороне и регулярно пытался все-таки сходить пониже сходить посмотреть что там доходил не ниже восьмидесяти метров там дубак там реально на глубине на склоне температура воды было всего 68 градусов ничего интересного ничего полезного ничего красивого если кто-то когда-то купался в этих карьерах он меня поймет там рыба есть но ее надо уметь встречать видите вот эту канистру это канистра зимы еще там лежит кто-то видимо на льду то ли ее провалил то ли что может с лодки у свалилась вот так вот просто стоит там до этого глубина где-то 6 метров нашел дальше по склону опять же в вода зеленит так прям конкретно вот это вот трепуха которая плывет это то что падает с деревьев но в принципе видимость хорошая а вот это вот завете да обратите внимание это шумовка я так понимаю кто-то зимой сидел именно вот здесь именно на вот этом перекатике перед склоне таком который вверх вниз и вот эту как раз кормушку подобрал это видимо все ты все таки была зима да кто-то подкармливал и вот как-то нужно подлет наверно провалилась и она осталась здесь лежать и это в этой зимой этой именно этой зимой все произошло ну чё забрал себе пригодится куда-нибудь отдам какого-нибудь рыбаку который любит любит рыбалку да на этом наше купание плавание тренировка закончилась мы убежали на берег посидели еще часок сын довольный сын хочет еще обязательно на следующих выходом на выходных тоже скатаемся температура на солнышке наверно плюс 35 это на солнышке я решил немножко подсохнуть по загорать вот такая вот погода кого-то кусает мухи меня вообще не кусает почему потому что я не боюсь кто озеро я не полез тот карьер только потому что там мутняк и грязь вообще конкретная хотя там рыба есть были там вон на том на том озере там да там классно там рыбы много там окуня тьма тьмущая там плотва по полки лоб купается плавает там рыбак уже на той стороне что-то даже взял так что для тренировки рекомендую тем кто только начинает ездить на шапкинские карьеры и тренироваться глубины здесь от 3 метров комфортный до 10 вообще в легкую термоклин на сегодня стоит на 6 метрах погружался до восьми потому что я после полячки после насморка на больше меня пока сил не хватает но вода класс поверхность 21 внизу 12 всем советую каждые выходные ждите меня здесь и 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